Всем привет! Добрался я, наконец, до видоса, в котором похвастаюсь своей одной из последних покупок в ушедшем году. Это объектив Canon 135-2.0 L-чика, хороший ты мой! Вот, здоровское стекло, давно его хотел, но, к сожалению, перед покупкой я ни разу его в руках потолком-то не держал и на него не снимал. Бленда такая вот в комплекте, комплект достался суперский, стекло почти не юзанное, в полном комплекте, коробка, диски, бленда, само стекло, мешочек, даже защитный фильтр от предыдущего владельца достался. Вот, стекло L-класса с хорошей светосилой двоечка, очень добротно сделанное, к сожалению, без пылевлагозащиты, увы, ну что поделать, не все же сразу. Тем более, что на рынке под Canon 135 автофокусных, если мне память не отшибает вообще, раз-два я обчелся, причем буквально раз-два, Canon и, соответственно, Sigma 135-1.8, по-моему, да, арт? Все, больше вариантов нет, причем Sigma существенно дороже, либо как альтернативу можно рассматривать с натяжкой, это 70-200 2.8, да, ну, если вторая версия, то она оптически ничем не хуже, но там все-таки 2.8 и вес и все остальное прочее. Это же стекло легкое, с ним можно долго и упорно ходить, снимать и при этом руки не отвалятся. Вот, купил я его где-то в ноябре в Москве, когда был. К сожалению, опять-таки, с этого времени, по текущий момент, толком я на него не поснимал, провел там парочку фотосессий и немножко так что-то пощелкал. В том числе и двигуху попробовал поснимать на улице, так, издалека очень удобно, фокусная позволяет делать снимки издалека, чтобы тебя сразу-то не запалили. Попробовал фотографировать в следящем режиме, отлично работает, не улозит, цепкий автофокус, хороший контраст, точно сразу наводится на цель. И при этом 2.0 диафрагма позволяет снимать без всяких ограничений в плане резкости, детализации и, пожалуй, даже глубины резкости, если вы снимаете общие какие-то планы, то за глаза хватает, объект смело помещается в гриб. Вот, ну что, долго, много рассказывать не буду, потому как про стекло много написано, много обзоров детальных, в том числе есть статьи, в которых там все разложено, вплоть до оптической схемы, как линзы и так далее. Вот, пожалуй, покажу фотографии. Конечно, я еще до конца не раскрыл потенциал этого объектива, я жду лета, жду теплой погоды, чтобы спокойненько, без кипиша, поснимать на улице где-то, в солнечную погоду в том числе. Но стекло контрастное, уверенно работает и против света, в плане автофокуса, глубокая большая бленда, которая позволит избежать каких-то паразитических засветов и зайцев. Ну, это 135, и какое отличие, скажем так, от той же 85-ки, либо полтинника, не в плане сейчас размытия, либо там перспективы, угла и всего остального. Стекло очень специфическое, оно не зум, достаточно длиннофокусное, поэтому, в отличие от того же, например, полтинника или 85-ки, сменить план, например, с общего на крупный, не так-то быстро получится. То есть, количество шагов, которые вам придется сделать, приближаясь к объекту и удаляясь от него, существенно больше, чем если вы снимаете, например, на 50 мм. Там вы вот снимаете крупный план, сделали 2-3-4 шага назад, и вот, пожалуйста, уже можно снимать практически ростовой. Здесь немного не так, здесь придется двигаться больше. Опять-таки, специфика такая, что снять объект, например, с какого-то другого угла, с другого ракурса, например, снимали прямо, захотели снять сбоку, то если на тот же полтинник или на широкоугольный объектив 35, где вы от объекта недалеко, вам достаточно сделать, опять-таки, 2 шага в сторону, и вот вы уже сбоку от объекта, то здесь, чтобы он у вас поместился, например, в рост, вам придется делать, пробежаться по большему радиусу, то есть, и какой момент, да, на улице, с одной стороны, снимая где-то в толпе, среди людей, на улице, на двигухе, вы можете что-то снимать незаметно, это здорово, потому что находитесь далеко, но это, с другой стороны, и накладывает определенные трудности, потому как между вами и объектом съемки достаточно большая дистанция, и люди, которые ходят мимо вас, они смело вклиниваются, и зачастую начинаешь снимать, раз кто-то зашел в кадр, ждешь там, оглядываешься, чтобы никого не было и так далее. Когда вы снимаете на что-то более короткофокусное, то дистанция короткая, и между вами и моделью никто не лезет. Но, тем не менее, стекло здоровское, оно очень правильное, оно правильное в плане картинки, в плане размытия, такое хорошее, качественное, ну, как качественное слово, к размытию, наверное, в боке, наверное, качество-то неприменимо, но оно не двоит, не раздваивает, не рисует как-то какие-то корявости, там, оно просто плавно, красиво размывает объекты, которые находятся вне зоны фокуса. При этом быстрый, четкий автофокус, который наводится сразу, точно, чик, навелся без вот этих всяких там пик-пик-пик-пик в конце, как, например, 51.4 УЗМ, Кэнон-полтинник любит делать, там, маленько, там, триморить, когда наводится. Хорошо с ним работает рпиха в режиме следящего автофокуса, тоже четко, уверенно держит фокус. Ну вот, вот такой вот коротенький, в общем-то говоря, рассказик. Обычно я снимаю с объективов защитные фильтры, но этот объектив мне по-особенному дорог, как в финансовом вопросе, так и, в принципе, такой долгожданный, что как-то даже и не стал этого делать, хотя все в один голос знакомые говорят, сними фильтр, резкость будет лучше. Хотя, как по мне, так и резкости хватает за глаза. А большая глубокая бленда, ну, как я уже говорил, повторюсь, снимает какие-то возможные засветы и потерю контраста, потому что с фильтром это ело усугубляется, если снимать без бленда. Ну, пока что я снимал с ним в таких условиях, где, собственно, бленда мне не пригодилась. Это было либо вечер, темное время суток, которое я проводил фотосессии, так скажем, художественно-портретные, да, либо, когда я снимал вот эту всю двигуху на улице, было просто пасмурно. Цвет был рассеянный, и тоже с бленда я бы выглядел немного странновато, когда я сниму. Хотя смотрит он, без сомнения, с блендой куда-как солидней, смотрите, прибавляет чуть ли не в два раза свою длину. Ну, в целом, объектив привлекает, к сожалению, внимание. То есть, когда он у вас на камере, люди как-то на вас так поглядывают, типа, ну, то есть, не поймешь, что заинтересованные взгляды ловишь на себе, ну, потому что, наверное, вот эта красная полоска или вообще его как-то... Потому что небольшие объективы, они выглядят, ну, скажем так, непрофессионально, чем крупнее объектив, это же понятно, там, если зебру нацепишь 70-200, так там вообще, там, сразу корона на голове, на которой бриллиантами выложен профессионал. Вот, ну, тем не менее, хорошо, хоть его сделали в классическом черном цвете, они придумали, там, какую-то белополосатую расклад для него. Ну, а дальше я включу несколько фотографий, их не так много, посмотреть. Не претендую на особую какую-то, там, шедевральность, просто фотки. Вот, такие вот дела, друзья. Впоследствии фоточки еще будут, лето наступит, по-любому, это стекло на летних фотосессиях, на уличных, будет, я думаю, одно из моих любимых. Вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии, у кого есть такое стекло, делитесь впечатлениями, хотя, думаю, никто плохого про него не напишет. Ну, вот и все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok